И два способа предотвращения или лечения заболевания. Один способ на уровне физического тела посложнее, и второй способ очень легкий на уровне энергетики. А те, кто был на тестировании, вы по энергетику обговаривали, поэтому мы прошу прощения, чтобы немножко повторимся. Откуда берутся болезни? Все болезни у людей есть следствия нашего образа жизни, следствия наших каких-то действий, каких-то мыслей, эмоций и так далее. То есть ни одно заболевание просто так не запрограммировано у нас. Даже врожденные заболевания, на самом деле, во всяком случае, ну минимум процентов 90 врожденных заболеваний никакого отношения к врожденности не имеют. Ну, в худшем или в лучшем случае, может быть не врожденность, а привычка к какому-то образу жизни. Ну, например, если родители ведут сидячий образ жизни и много едят, то вероятность того, что и ребенок будет таким же, да, тоже достаточно большая. И когда родители потом вот такие, и дети потом вот такие, то это не есть врожденная патология, да, это есть просто приученный образ жизни, человек, приученный к тому же он был в жизни. Поэтому вот это с этим связано. А где-то процентов 10 от того, что он является врожденными заболеваниями, цитом могут быть врожденными. Но и тут зачастую передается не заболевание, а предрасположенность. Ну, например, варикоз. Причиной варикоза, мы сказали, является ненормальная работа икроножной мышцы, слабая работа, да, но стенка вены, то есть там что получается? Кровь застаивается, застаивается она в венах. И если стенка вены слабенькая, то тогда вот этот столбик крови, получается, как бы растягивает стенки вены и раздвигает клапаны, и кровь проваливается вниз, да. То есть вот эта клапанная недостаточность, узлы вот эти на венозной стенке, это есть признак слабости сосудистой стенки. То есть достаточно просто веса столбика крови, который там стоит, чтобы растянуть вот эту вот, и вот эта вот слабость сосудистой стенки, дефектность, она передается по наследству. Но даже если у человека нет этой слабости, переданной ему от родителей по наследству, но он нарушает работу, нарушается работа икроножной мышцы, то все равно будет варикоз. А если у человека есть слабость сосудистой стенки венозной, но он делает все, чтобы не было перегрузки, чтобы кровь не заставила, чтобы икроножная мышца работала, да, чтобы не стоять долго, то и не разовьется у него варикоза никогда. То есть вот это как бы не есть прямое следствие, да, то есть это есть врожденная предрасположенность, а проявится она или не проявится, зависит все равно от образа жизни, который человек будет вести. Это не напрямую, не обязательно. Поэтому на самом деле врожденных заболеваний очень мало. Бывают, бывают, но очень мало. И поэтому мы о них сейчас как бы не будем касаться, это совершенно отдельная тема. А в основном заболевания все вызываются нашим образом жизни, тем, что мы делаем. Поскольку нас не учат, как устроено наше тело, как оно должно работать и как оно работает, и на чем основаны и все эти вот правила мироустройства, и того, что нужно делать, а что не нужно делать, то, соответственно, мы и делаем, что хотим, и получаем потом, что не хотим. Вследствие того. Так вот, вот из-за этого образа жизни проявляются наши заболевания. Но причина этих заболеваний, она всегда лежит где-то там, на тонком плане, да. Ну, все понимаете, что мы состоим не только из физического тела, да, мы многослойные, многослойные сущности, которые... И есть у нас тонкие планы. И все причины, то есть, чтобы что-то появилось, должна быть причина, да. Так вот, причины все лежат где-то там в тонких планах. Есть метод убрать причину. Есть, если хотите, в принципе, он даже каждому доступен. Я отсылаю Людмилу Григорьевну Пучко метод, называется «Вибрационные ряды». То есть, там суть методики в чем? Все есть энергия. Энергия имеет волновую природу, да. И причина – это тоже какая-то энергоинформационная структура, которая имеет определенную длину волны, имеет свою какую-то частоту. Свойство волны попадает в резонанс или диссонанс, да. Когда попадают две волны в резонанс, они взаимно усиливают друг друга, многократно причины. А когда попадают в диссонанс, идет гашение волны. И все, волна-волна гасит другую, волны нет. Так вот, если мы... Причина имеет какую-то частоту, если мы подберем диссонансную частоту к причине, к этой, да, то мы, соответственно, просто эту причину уберем. Она погасится. Понимаете? Смысл вот этой техники, этой методики. Несложная, очень несложная, Людмила Егорьевна Пучко, это, она была, сейчас, она несколько лет назад умерла, инженер по космическим системам связи, женщина. Вот. Она создала алгоритм, прямо, работы вот этим методом. То есть там особо даже думать не надо. Она как технарь любой, да, это вот врач бы там придумал там что-то заумное. А она техник, она конкретно, вот это, 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 прямо по алгоритму. Есть это, получил этот результат, значит, делаешь это, получил этот результат, делаешь это. Вот буквально алгоритм. Четко-четко. Единственное только, методика очень время затратная. То есть она требует массы времени. Вот единственный недостаток этой техники. А в основном рабочая техника, работаю ей, очень хорошо все получается, очень хорошо работает, изумительно. Вот, то есть все это можно сделать. То есть вот, это если хотите убирать на уровне причины. Но большинство людей на уровне причины убирать не умеет. Можно убирать как-то по-другому? Можно. Каким образом? Так вот, причина развивается в физическом теле, вызывает болезнь не сразу напрямую, да, из какого-то тонкого плана сразу вот в тело. Нет, по ступенчатому. Например, причина там где-нибудь в кармическом каком-нибудь уровне, потом выходит на ментальный уровень, с ментального на астральный, с астрального на эфирный, с эфирного уже меняется на теле. Функция сначала нарушается, а потом уже структурные нарушения, да. И тогда уже потом наши врачи динансируют болезнь. Когда уже структура поднялась, да. То есть вот таким по ступенчатым путем. Так энергетический уровень, он является одной из этих ступенек. И никогда-никогда причина не перепрыгивает через эту ступеньку. То есть всегда все причины вызывают в первую очередь изменения на уровне энергетики. И вот на этом уровне убрать их очень легко и просто. Почему? Объясняю. Потому что суть энергетических нарушений можно уложить в два параметра. Первое. Сила энергии, то есть достаточность энергии. И второе. Баланс энергии. Потому что энергия не есть что-то одинаковое, однородное. А как и любой ток, чтобы был электрический ток, да. А ток это тоже энергия. Должен быть плюс и минус. То есть всегда есть какие-то две противоположности. И вот энергия, она всегда бывает только тогда, когда есть две противоположности. Поэтому и условно назвали, вот на Востоке, поскольку они занимаются этим вопросом, в отличие от Запада, они назвали энергией инь, энергией ян, да. То есть плюс и минус. То есть вот они вот какие-то две противоположности. И второй вариант нарушения энергетики, это нарушение, дисбаланс между инь и ян, да. Вот этот какой-то, когда одного много, другого мало. Или наоборот. Это тоже приводит к развитию заболевания, да. То есть либо недостаточной энергии, либо энергетический дисбаланс. Соответственно, недостаток энергии убирается каким образом? Активация своих энергетических центров, да. То, что на Востоке называется чакрами 150 раз, если вы каждое утро прокрутите. Вы восстановите энергетику. Даже если у вас чакры работают плохо, вы прокрутите, тем не менее, вы все равно их активируете. Но какое-то время хватает. Чаще всего на сутки хватает. Не хватает, но сделайте еще раз в обед, там, и вечером, пожалуйста. Это не влияет на сон. То есть активация энергетических центров не нарушает сон. То есть он не мешает спать. Не активирует вас вот в том плане, в котором вы привыкли понимать это слово. Вот она только добавляет вам энергии. То есть заливает вам в бак, в бензобак бензин. То есть вы всегда готовы к тому, что у вас есть бензин, чтобы куда-то ехать. Это первое. А второе, нужно создать баланс. То есть если энергии вы сделали достаточно, а второе, вам нужно сбалансировать эту энергию. Инь-ян делается это элементарно просто. То есть у нас передняя поверхность, живота передняя, брюшная поверхность, ассоциирована с энергией инь. Задняя сторона тела, спина ассоциирована с энергией ямы. Значит, самый простой вариант, просто поочередно напрягать переднюю и заднюю поверхность. То есть вот напрягли и подержали секунд 30. Потом напрягли эту. Подержали столько же. Опять эту подержали. Эту подержали. Эту и эту. Вот три раза повторить каждый. Одно, другое, одно, другое, одно, другое. В идеале до 30 секунд. Лучше, немножко эффект больше, если вы сделаете это лёжа. Лёжа не все могут делать, беременная женщина не может в плечном животе. Поэтому беременную можно делать вот так в сторону. А вообще лучше делать лёжа. То есть вы легли, например, на спину, легли, ручки, ножки вот так вот под 45 градусов. И приподняли немножко голову. Только не вот так вот полностью вверх, чтобы торчали, а чуть-чуть над столом. Приподняли руки, ноги и голову. И в таком положении задержались до 30 секунд. Потом перевернулись, легли на живот и то же самое назад прогнулись. И задержались в таком положении 30 секунд. И повторить. На твёрдой поверхности, да? Лучше. Не принципиально, потому что здесь важно не то, на какую поверхность, а чтобы вы прогнулись, чтобы вы держались. То есть если у вас такая мягкая, что вам достаточно перевернуться на живот, и вы уже вот так лежите, тогда, конечно, толку нет. Но если вы будете напрягать спину, то... Вот это на энергетике. На энергетическом уровне способ. Первое, то есть активация чакры занимает где-то 3,5 минуты, если по 150 раз каждую, да, 7 центров. И второе, вот это вот, если по 30 секунд делаете 6 раз, значит, ещё 3 минуты. То есть вот 6,5 минут в день вы имеете возможность предотвратить развитие заболевания, любого фактически заболевания на вашем теле. То есть 6,5 минут в день тратите, и вы никогда ничем не заболеете. Всё. По 3 раза получаете. А тут скажите, ян плюс, а ян минус. Ну и так. А вам это важно? Нет. Ну просто, может быть, надо смотреть это. Энергия ян характеризуется жар, активность и сухость. Энергия инь характеризуется обратной. Холод, пассивность и влага. Ну это как женская, а русская, как мужская, да? Инь это женская энергия, ян это мужская энергия. Но поймите одну простую вещь, что китайцы, если вы начнёте вникать в их философию, если хотите, называется трактат Желтого Императора о главном. В интернете есть ли, если нет, приносите флешку, я не брошу, но есть ли. Если вы хотите заниматься этим. На самом деле очень интересно, потому что это мировоззренческое. Это представление, почему? Потому что это же не только вот тело наше устроено. Весь мир так устроен на этом. Абсолютно правильно, кстати сказать. Весь мир построен на энергии. Без энергии ничего не существует. Чтобы энергия вообще существовала, должны быть две противоположности. Это и есть то, что нам в институте учили. Единство, борьба противоположности, да? Почему? Потому что, с одной стороны, они противоположности, значит, они противоположны. Они плюс-минусом будут замыкания, да? А с другой стороны, без плюса не будет минуса. Они только вместе. Не будет двух плюсов или двух минусов. Логично. Поэтому это вот действительно. И все, весь мир на этом построен. Посмотрите. Почему? Потому что все есть энергия. А без энергии нет ничего. А что была энергия, должны быть две противоположности. Все. Мужчина, женщина. Белая, черная. День, ночь. Теплая. Да. То есть холодная. Земля, солнце. Да и так далее. Понятно? Поэтому вот... Что мы там дальше? А, ну это по энергии, да? То есть вот способ прервать развитие любого заболевания на энергетическом уровне. Можно это сделать на физическом уровне? Можно. Принцип очень похожий. Опять-таки, поскольку мы только что говорили про энергию, немножко я как бы отсюда пойду. Энергия на уровне физического тела – это кровь. Как мы сказали, без энергии нет ничего. Вы пришли, купили в салон автомобиль, автомобиль не купили, новый автомобиль, который вчера только с конвейера сошел. Идеальный вообще, ни разу не езженный, но не залили в него бензин. И куда вы едете? Хотя новый автомобиль, все. Поэтому без энергии ничего не работает. Любой... Наше тело здесь не исключение. Любой орган для того, чтобы работать, он требует энергии. Энергия на уровне нашего физического тела – это кровь. Поэтому самое главное, то есть фактически это универсальный механизм развития любого заболевания – это недостаточный приток крови. Все. То есть вы улучшите приток крови и вы вылечите заболевание. И мы видим на самом деле, когда это бывает. Почему? В любое заболевание, возьмите инфекцию, заболевая, там, горло, например, допустите сюда кровь, и организм справится без всяких антибиотиков. Почему? Потому что заболевание только из-за того, что плохой иммунитет. А мы говорили, что иммунные клетки есть в тканях, а есть в крови. Прошлите сюда кровь, и иммунитет забьет эту инфекцию запросто. Вот и все. То есть гормонозависимые, пустит щитовидку кровь, и гормонозависимые заболевания тоже не будут, да? Нет, вот опять, ну, говорю вам, ну не умничайте. Ну что такое гормонозависимые заболевания? Заболевания, вы имеете в виду, которые связаны с недостатком или с избытком какого-то гормона? Ну, которые вызывают, опять-таки, те же, допустим, опухолевые вещи, которые говорят в медики штатах. Термин, не объясните, что такое гормонозависимые заболевания? Ну вот, а вот на иммунный теоретет, это же идет? Это иммунный заболевание. Да, иммунный. Сейчас речь, она спрашивает по гормону. То есть, когда, допустим, тот же, там, гиперсплогенизм врачи, там, вот, кто-то у нас там в санатории было, и пациент, там... То есть, вы имеете в виду избыток и недостаток какого-то гормона? Да, да. Этот гормон вырабатывается кем, вообще откуда он берется? Щитовидная железа. Есть какой-то орган, который его вырабатывает. Да. Так? Да. Нарушение работы органа всегда связано с нарушением его кровоснужения. В 100% случаев, по-другому. При этом, объясняю, есть хитрость. Если вы кровью, например, есть гормон, там, щитовидной железы. Да, какой-то, неважно, не только там. Не важно, да. Какой-то гормон щитовидной железы. Если его мало, вы можете сразу смотреть и сразу сказать, что не хватает крови в щитовидной железе. Приток крови сюда нарушен. Почему? Потому что был бы нормальный приток, щитовидная железа вырабатывала бы нормально. А вот если его много, можно сразу сказать, что ненормальный приток крови в каком-то другом органе. И он пытается компенсировать. Да. И щитовидная железа вынуждена увеличить свои гормоны для того, чтобы восстановить баланс работы того органа. У женщин это всегда яичники. Вот то, чем я говорил, что всегда... Она в офисе, она же все управляет посвыше. И что? Если государством управляет президент, разве значит, что, например, тетя Маша, там, уборщица плохо, убрала директора и ей дал втык, виноват президент? Это межсусободчик. То, что управляет здесь, да, ну и что? Значит, ли этого, что нет прямой связи между яичниками и щитовидкой? Нет. Если последованные гормоны яичников влияют на работу гипофиза, гипофиз вторично влияет на, регулирует работу щитовидки. И так, то же, по большому счету, вам какая разница? Напрямую это влияет или так? Главное, для этого цели, восстановите-то магистрал работу. Если вы понимаете вот то, что я говорю, да, вы поймете, что причина в данной ситуации в том, что недостаточно идет приток крови яичников. И вам нужно убрать недостаток притока крови. Через что это влияет? Через гипофиз? Или через гипоталантус? Или напрямую на щитовидку? Да плевать хотелось, какая вам разница? Ну, то есть пациентам, которые в санаторию меня спрашивают, по-другому моменту берут, восстанавливаются на работу немножко? Девочки, всегда, вы не говорили так, что всегда, проблема щитовидной железы у женщин, не у мужчин, у женщин. В 100% случаев связано с дисфункцией яичника. Никогда не надо трогать щитовидку. Она всегда страдает вторично. Не пейте йод, не пейте гормоны для щитовидки. Всегда страдает вторично. Не трогайте ее, не пунктируйте, не оперируйте. Восстанавливайте свои яичники. Так как люди не заканчивают? Надо ходить на семинары. На первом семинаре мы об этом говорили. В интернете есть... Видимо, пропустила. Я посмотрела на новички. Есть там новички. И статья есть, и в книжке, кстати говоря, есть. Там тоже есть женские проблемы, да? Вот, и... Поэтому это яичники. Поэтому вы не трогайте щитовидку. Ответила на вопрос? А что так грустно? Ой, какая она сегодня. Так. Понятно с этим, да? Приток крови. То есть это самое главное. Любое заболевание развивается тогда, когда нарушается приток крови. Инфекция через кровоснабжение. Все проблемы. Почему? Потому что все реакции в организме нашего тела универсальны. Любая инфекция вызывает что? Воспаление. Воспаление это универсальная реакция организма на любое запредельное внешнее воздействие. Обожжете вы пальчик, будет что? Воспаление. Инфекцию вы сюда занесете, будет что? Воспаление, да? Там, простудитесь вы будет, что? Воспаление. Вот вся, любое запредельное воздействие на наше тело вызывает одну единственную универсальную реакцию. Воспаление. Воспаление всегда идет с отеком. Нарушается приток крови. Уберите отек, восстановите приток крови любым доступным вам способом. Хотите массаж, хотите там, не знаю, перцовый пластик, горчичники, еще что угодно, что увеличивает, расширяет сосуды и соответственно увеличивает приток крови. И вы справитесь с этой проблемой. Ведь не просто так. Инфекционные заболевания наши деды лечили горчичниками, грелками, банками. Пиявки не надо трогать. Давайте это совершенно не будем сюда. В одном проценте, может быть, из ста это полезный метод лечения. Сейчас это в 99% вредный метод лечения. Потому что показания к пиявкам очень ограничены. А поскольку это сейчас стало модно, то направо и налево за ваши деньги мы вас угробим как хотите. А герпетический вот так. Они же в ганглиях головного мозга, герпес, которые бывают раз, чуть-чуть где-то переохлаждение. Я понимаю, вы скажете, вы иммунитет повышаете. А он же в ганглиях находится, герпес. Все раз, она губилась, и врачу где-то герпес. Наша медицина, она лжет. Ну, они тоже не придумали, они там все думали, мази там. Поэтому ганглии здесь совершенно ни при чем. Абсолютно ни при чем. Поэтому не верьте этим сказкам.